Научить ребенка держаться на воде с самых малых лет и помочь особенным детям. Такой целью задалась Евгения Толочко и сделала свой фитнес-центр для самых маленьких. Всего 180 детей и 70% с ограниченными возможностями здоровья, гипотонусом, дисплазией и другими патологиями. Идея поправлять здоровье самых маленьких возникла у владелицы бассейна после рождения собственного ребенка. У меня было глубокое убеждение всю жизнь, что мой ребенок всегда будет плавать. То есть он в любой экстремальной ситуации сможет себя спасти. Плавание в принципе способствует гармоничному развитию как в физическом плане, так и в интеллектуальном. То есть если ДЦП, то мы делаем большой блок по нырянию, обогащению головного мозга кислородом. Бассейну полтора года и за это время расширились до двух филиалов. Возникла идея открыть кабинет детского массажа в дополнение к бассейну. Но возникли сложности, поток клиентов стал меньше. И Евгения решила обратиться за помощью в Центр поддержки предпринимательства. Там объяснили, нужно сегментировать клиентскую базу. А чуть раньше в Центре помогли Евгении начать бизнес. Она прошла обучение по программе «Мама-предприниматель». Но можно обратиться в Центр и по другим вопросам. Например, как зарегистрировать предпринимательскую деятельность или правильно выбрать систему налогообложения. Сотрудники Центра поддержки предпринимательства, они, так скажем, анализируют, проводят анализ бизнеса, потребности предприятия. Выявляют, есть такой чек-лист, так называемый у нас. После этого либо продолжают самостоятельно консультировать, либо направляют в иные объекты инфраструктуры за получением финансовой поддержки, имущественной. Если более детальную проработку бизнес требует, то мы уже обращаемся к нашим партнерам, практикам в сфере финансового планирования, маркетинга. Если у вас возник вопрос по продвижению собственного проекта, то обращайтесь в региональный центр «Мой бизнес-специалистам» и вам обязательно помогут. Можно обратиться через сайт мойбизнес22.рф или прийти во фронт-офис, который находится по адресу Молотобольская, 19. Владислав Кириенко, Денис Кузьменко. Новости.